Здравствуйте, уважаемые посетители сайта ProPlay.ru. Сегодня вечером мы специально для вас запишем комментарий к вводу интересному от первого лица с финала World Cyber Games 2007. Мы, это я и Баневур. Многие из вас знают, тут Пизан сказал, чего? Тебя тоже, да, наверное? Ну, представься, расскажи себе. Ну, собственно говоря, добрый день, добрый день всем, кто слушает и смотрит сейчас этот ввод. Заработает меня Олег Горючкин, я из Родского. Собственно говоря, играю в Warcraft уже три года, больше ничего в жизни не занимаюсь, кроме того, что еще работаю журналистом на радиостанции. Вот, меня слышно там, нормально? Да, все в порядке, все в порядке. Я просто хотел тебя перебивать. Я еще раз вас всех приветствую. Для меня большая честь и удовольствие вместе с Мишей комментировать сейчас этот ввод. Да, ясно. Да-ра-да. Ну, собственно говоря, что мы знаем об этой игре? Здесь одна очень интересная особенность именно этого матча, не матча, а именно этого поединка фулигана с персоналом. Миша расскажет о ней, наверное. С удовольствием. Значит, эта игра была, как я уже сказал, на финале World Cyber Games. Это был полуфинал, и буквально за 10 минут до начала игры оба и Хулиган Титан, соответственно, узнают о том, что в России всего две квоты на Warcraft. Вот, и это значит, что проигравший в этой встрече, в этом полуфинале займет максимум третье место, чего, естественно, не хватает немножко для того, чтобы поехать на финал. Вот, они думали, что три квоты, вот, думали, что кто-то выйдет на третье место, а получилось так, что вот эти вот игры определяют победителя того, кто поедет. Вот, грустно. Они резко поменялись там в выражении лиц, у них резко поменялось. А ты видел, когда ты был рядом в это время? Да, 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 но мы же там крутились, репортаж у нас был. Это была вот самая... У кого больше поменялось выражение лиц? Ну, у Титана. Он больше расстроился, и как потом выяснилось из интервью, он не смог собраться потом. Из-за этого, собственно, и, по его мнению, и проиграл. Вот, но это самая первая игра, вот, она идет целых 42 минуты, так что готовьтесь к экшену. Готовьтесь к настоящему экшену, потому что, действительно, в этой игре ребята просто показали практически все, на что они способны были в этот момент. Ну, представьте себя на месте Титана или на месте Хулигана. Представьте, что вы направились на игру по одному, и тут вдруг вы узнаете новость, от которой просто у вас начинается рожание рук, там, не знаю, ноги начинают под столом ходуном ходить. Вообще, вы уже ничего не понимаете, что происходит, надо играть, и вдруг выясняется, что надо выигрывать любой ценой. Удивительно. Наверное, начинаешь в такие моменты играть более осторожно, не лезть на рожон, наверх. Да, это более естественно. Когда понимаешь ответственность, начинаешь страховаться, прикидываешь шансы, рискуешь меньше. Это да. И вот как раз это часто приводит к тому, что игры затягиваются у обоих. Возможно, даже стратегию заняли вот так вот прям по ходу игры Хулигана, часа. Нет, 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 здесь всё чётко по поводу стратегии. Ты же за Хуманов играешь, да? Нет, 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 я имею в виду не стратегию по ходу игры. Вот именно вот они садились за компьютером, может быть, с одной задумкой. А когда узнали вот о том, что вот так вот... Возможно, возможно. Слушай, у тебя уже менты бегут, Дарк Рейнджерка появилась? Да, да. Отлично, отлично. Появилась Дарк Рейнджерка, всё замечательно. Дарк Рейнджерка уже пытается там... А, вот они встречаются сейчас с Архмагом и, собственно говоря, приветствуют друг друга радостно, скелеты с футами. Ну, всё стандартно, сзади прибегает отряд Мелиссы особого назначения Хулиган и отряд Мелиссы. Вообще, конечно, у Хулигана Минпиа не особый, сами понимаете, по его нику. Ну, и Архмаг начинает отстреливать там методично Дарк Рейнджерку, хотел поставить Хулиган. А, хотел Хулиган, видимо, закрепить лагерь наёмников, насколько я понимаю, да, с футами? Возможно, он и на нычку бежал, неизвестно. Но, может, и решил начать с лагеря наёмников, возможно. Но тут, как бы, уже никто, кроме Хулигана, не вспомнит. А, может быть, и он не вспомнит. Остатки его в ферме. Ферма сейчас, видите, скелет это видит. Я думаю, Титаны ещё сходят. Про светочку делает Хулиган, для того, чтобы увидеть, что делает Эльф. Потому что Эльф может окрашить там, например, с двух бараков с Дарк Рейнджеркой. При этом, соответственно, ставить нычку. Это было бы делом крайне неразумным. Титан, ой, Хулиган светит и видит, что Титан делает грейд. Поэтому сам идёт ставить нычку в правый верхний угол. Ну, я думаю, что, опять же, такая вот стратегия с двумя бараками. Я думаю, что всё-таки стандартно для Эльфа всё-таки делать грейд. То есть, и там, медведи против Фуман, там, взряд. Вот сейчас, вот сейчас я не думаю, что будет Титан рисковать, что-то там экспериментировать. Поэтому, поэтому с какой-то стороны Хулиган может быть спокойно. А с другой стороны, вот с первого Хандреса, что вы видели, увидел. Кстати, интересный момент. Смотри, футмены бьют Дарк Рейнджер, вот чик, и окружили. Вот сейчас, да, вот у меня сейчас они утружили. Ага. Дарк Рейнджерка получает люлей. И сейчас, какой она лейвл-то? Дарк Рейнджерка покажет, ну, значит, придётся делать телепорт. Что такое телепорт для Дарк Рейнджерки при постановке Хумана Мэкспа? Это значит, что больше так нагло не придёшь вот так вот, не поубиваешь. Потому что, особенно в той ситуации, в которой сейчас Титан. Вы всё время держите в голове, что Титан понимает, что это игра решающая, что это игра за квоту. И уже, я думаю, что Хулиган сейчас мораль это получил прилично. Снова окружил, посмотри, замечательно, сейчас Тяк тоже окружит Хандреску. Да, уже окружил, начинает. Вот, и сейчас, ну, бьёт, и сейчас будет просветчик. Грамотная ферма стоит на обсерватории для того, чтобы в любой момент, играя против Эльферки, ну, это как бы мастхэфф. Да, это ход уже давно известный, но, тем не менее, от этого не становится он менее... Красивым, потому что Хулиган, Хулиган это боссом, ничего не скажешь просто. Слёзы наворачиваются, слёзы... Ну, а с другой стороны, понимаешь, у меня такая ситуация, я сейчас вроде как из-за Титана болею. Я пытаюсь вообще за тычем за Титана, играю, пытаюсь болеть из-за Титана, из-за Хулигана. Ой-ой, панда пришла, панда пришла. Да, тебе тяжело, тебе тяжело, да, и начинается убийство. Мечка только-только вот заложилась, у неё очень мало жизней, но зато вот... Панда в этом плане очень поможет, конечно, со своим дыханием. Тем более, что магической башни пока нет, она в базе, на руднике у Хулигана. И панда некому просто сжечь ману, сейчас главное вовремя так отбегать, подбегать, выхотя. Вот сейчас пытается снова окружить Dark Ranger, Хулиган, видимо, если он старался окружить, то он может сразу идти писать. Пока что как-то Титан неуверенно играет, не находишь? Ну, он пытается играть агрессивно, но всё началось с окружения Dark'и и... Ну, то есть, вот та самая, та самая мораль, да, у Титана сейчас на минусе, на явном. Хулиган вообще обнаглял, смотрите, он пошёл... Крепит лагерь наёмника. Крепит его же лагерь наёмников титановский. Ох, Титан, чувствую, начинает ржаветь потихонечку Титан. И даже, кушай, неизвестно, что сейчас делать Титан, возможно, сейчас он просто пытается осмыслить, что происходит. Он снова берёт, вот Панда и Арча пробежали мимо, не оставляет в покое строящийся хуманский Экспанд. И Dark Ranger, у тебя тоже прибежало, да, надеюсь? Да, прибежало Dark Ranger. Я, по крайней мере, видел стрелу, по крайней мере. Но Панда очень грамотно задвешала тут. Титан, они тут под башней, всё покажут. Хулиган пытается развести рабочих в разные стороны, для того, чтобы Панда как нужно меньше задевала. Ой, Хандреску снова пытается окружить. Да, Хулиган просто... Вообще маньяк. Он на какой-то программе, он отренировался перед этим матчем, у него просто какая-то навязчивая идея, всё окружить. Сделал снова просветочку, потратил деньги Хулиган на просветку, чтобы посмотреть, что делает Титан на своей базе. У него Тайр 2 и 2 лорницы. Соответственно, будет... О чём это говорит, мы с Садди, вот об этих частных просвитках. Конечно, понятно, что это скилл, понятно, что это маха, но с другой стороны... Ведь, наверное, Хулиган сыграл не одну тысячу игр, да, и, наверное, знает, что сейчас делает Эль, знает. Но, но, опять же, сам штат из игры, в самом уровне игры, он просто заставляет его постоянно чекать базу Эльфа, понять, что он там. А вдруг у него уже Тайр 3, а вдруг у него уже там 7 медведей сидят. Поэтому, поэтому нужно постоянно просвечивать Хулиган, ну и смотрим. Вот Крип, с другой стороны, очень нагло Крипится, на моем взглядах. Сейчас Эльф просто ничего не может сделать, противопоставить он ничего не может Хуману. Ну, потому что у него, во-первых, вторые элемы, Хантресса ничего не решает, он ещё взял нейтральчик. Ой, да, там две очень жёстких, два венца благородства у Хулигана. Оба! Сейчас просветочка, да, экспант. Вот что делает, собственно, Титан. Он понял, что не сможет никак убить вражеский экспант и ставить, собственно, свой. Да, он будет позже, но он всё-таки, он будет, по крайней мере, через некоторое время. Хотя, хотя бы, хотя для Титана, наверное, это большой вопрос. Будет ли, точнее, для Хулигана, потому что Хулиган, я думаю, что должен, должен прочекать это место, должен понять. Он уже просветил. А вот поэтому, что мы как бы не так, сейчас Хулиган пытается помочь Титану вырастить дерево. Каждый, уважающий себя, может, посадить дерево, да, там, вырастить, не знаю, там, сына, там, воспитать, дом построить. Сейчас он идёт, он уже идёт, он уже идёт, Хулиган, сейчас будет это всё дело. В это время тут масс Тавер, Тавер Дфэнс, да, всё-таки начался. Ну, опять же, понятно, почему, не будем уже повторять в 70 раз. Я думаю, Хулиган, вот, Хулиган сейчас сидит и повторяет про себя, это квота, это квота, это квота, делай башни, делай башни, делай как можно больше. И бей рудник, бей рудник. Подревника только что очень быстро купил в обсерватории и взял подрывничка с собой. Видимо, попытки сейчас, может быть, попытки сности подзорвать дерево, сейчас мы его просто подэмэджат. О, пришёл, пришёл всё-таки со скелетами пандой парад ряд на нычку. Блин, почему нет у него магических башен, а как думаешь? Да, очень удивительно, удивительно, я сам не могу понять, потому что Панда, она, да и Терф-Рейнджер, они огромная толпа скелетов, да. Я думаю, стоило бы даже две магических поставить, а одну дворговку, а тут наоборот, ну, не знаю, может быть, опять же, может быть, опять же, сказывается волнение, потому что, потому что объяснить чем-то другим сейчас, как я ничего не могу. Но сейчас, сейчас Хулиган убивает. Вот ещё, вот ещё, вот ещё одна, да, прибежал ещё один, подрывничал, прибежал, взорвал. Взорвал, да, и телепортируется. Телепортируется довольно так удачно, поджимая просто армию Титана. Хотя тут все уже рабочие умерли, посмотрите, какая армия скелета. Просто, просто всё вырезали, снесли башню. Хотя он потерял... Вардовские башни, вардовские башни, как раз-таки, одинок смотрят просто на всё это безобразие, но ничего помочь-то не могут быть ничем, потому что, кстати, они не так по скелетам видны, как магические. Да. Вот мне кажется, что можно было... А, нет, ну сейчас, конечно, сейчас просто хозяй ситуации. Кажется, что Титан сейчас просто очень жёстко поступил с нычкой-хулиганом, но, тем не менее, теперь смотрят башню, сдувать крестьян, но всё равно, всё равно нычка-то останется, ничего не сделает. Да, вот он потратил... Потерял свою нычку, точнее, поэтому... Спорная ситуация. Ну, вроде как они разменялись, потому что там рабочих, наверное, штук 8 отправил на тот цвет. Плюс Панда была уже, кажется, от третьего левела, то есть она уже прокачанная, сейчас уже прокачанная. И Дарка сейчас, Дарка у нас такого левела? Третьего, четвёртого. Три-четыре, всё. А у хулигана пока что... Четвёртый Архмаг. Четвёртый, серьёзно, да. Уже наполовину пятый. Они уже довольно серьёзно разменялись. То есть здесь по трупам дриады-дриады, там ещё была нычка, виспы. В общем, всё было хорошо. Ну, играют, собственно, не знаю, в стиле китайского правительства, в принципе. У нас полтора миллиарда, нам не жалко, в принципе. Потеря, мы можем убивать сколько угодно, и теряя. Вот так и играют игроки. Вот прибежал в магазин. Хулиган, абсолютно понятная покупка. Покупает свиток в исцелении. Зачем он разбудил монстров? Вот вопрос такой. Я не знаю. Может быть, скучно им как-то Архмагу было там стоять. Скупаться. Решил так, чтобы с ними вместе... Снова атака, снова атака. Подошли две дрядки, снова панда, Дарка. И нет магической лыжки. Панда уже третья. Посмотри, Матун Кинг вышел только что. Правда, МК все еще первого левела. О, гаремчик этот маленький. Там по панде жесткий хобб. Став, есть Став. Ой, Став, как хорошо. Да, да, вот так вот. Да, сейчас у меня все сжало, сердце сжало. Как так? Ну, это, опять же, признак большого мастерства. Ведь Мусана сам не понимал, в какой момент нужно телепортировать панда. Да. Это я, допустим, когда играю. Вот еще одно, ведь просвечивает, упорно просвечивает. Классно. Вот вовремя. Главное, что он чувствует. Понимаешь, он один раз просветил, посмотрел, что делает с игрой. Второй раз просветил. Ну, потому что просветки-то дорогие. Ну, как бы 50-го лыжа на дороге не валяется. Второй раз просветил, там лорницы строятся. Дарк Рейнджерка получает болта в голову. А у нее есть что-нибудь? И панда все желтое, все красно-желтое. Он слоу кастует, вручную кастует слоу на Дарк Рейнджерку. Сайленс на Молтен Кинга. Став. А можно панду? Панду, панду он сможет? Нет. Ну, там панда уже близко была к колодцам. Там, в принципе, наверное, не стоило сейчас. А что делает хулиган в это время? Я думаю, что, понимая, что дурочка сейчас растет у Титана, а уже, наверное, выросла, я думаю, пойдет еще раз попробовать. Ну, стандартно наверняка пойдет он в масс пилбрейкеров, в масс гантеров. Ну да, у него ТР-2 намечается, две арканицы. Он еще одного подрывняка купил и собирается повторить тот самый поступок. А здесь уже медведи первые, посмотри-ка. Первый мишка. Уже в форме, уже в форме, уже все очень опасно становится. Ну, мошна, мошна, куманская на ТР-2, она вот первая. Дарк Рейнджика 4-го ловила, смотри. Ой, сейчас замрет она. Ой, ее бежит с колодцем. Выжила, выжила. Сражается дальше. Теряет постепенно хулиган. Ой, минус еще наемник, минус дрядки красные убегают. Дрядки красные, а все да, что они ничего не могут сделать. Хулиган продолжает. Тарас фазы эльфа. С дрядкой будет Маунтин Кинг. И тут подрывник. Но он не сможет ничего сделать. Слушай, Миш, мне кажется, неправильно Близзарды сделали подрывков. Мне кажется, они же должны быть в форме крыс. Они такие, знаешь, такие крысы-бедящие народы, потому что очень похожи. По крайней мере, по их действиям. Ну, это... Титан, я думаю, сейчас просто уже готов съесть хулигана на месте. Уже из этих подрывников. Очень бесит, когда вот так вот твою базу. Да, согласен. Но сейчас отбился, Титан, и все хорошо. Сейчас хулиган в минусе. То есть он прибежал на базу к эльфу, потерял много всего, убил всего лишь одну дриаду, купил подрывника, который там тоже ни копейки, 250 на 100 леса. И тот тоже ничего не смог сделать. Он даже шах не подорвал. А мы знаем, насколько вот эльфы... Вот если хуман, да, вот привычно, да, когда у хумана есть нычка, а у эльфа нычки нет, или у антеда нычки нет, и они играют на равных абсолютно, и никто не задаётся вопрос там, как же так. А вот тут уже нычка на нычку, поэтому, наверное, преимущество у эльфа, тем более сейчас там будет... Ну, там будет что? Там будет мишка Дриада, да, Дмишка? Ну, конечно, он изначально мишек идёт. Но смотри вот наверху, несмотря на то, что пиксели у нас, но видно, что у хулиганов больше тысячи золотых, 1400 сейчас. И он долгое время сидел на лимите 50. Вот эти вот разводы, он прибегает на нычку, там и сносит, ля-ля-ля-ля. А, ну, главная цель, чтобы заработать побольше денег, и вовремя вот как раз вот эльфа достраивается экспант, и хуман резко выходит там в лимит 70, в лимит 80, благодаря накопленным средствам. Вот. То же самое сейчас произошло у хулигана, то есть он подкопил средств, и сейчас уже у него и хороший лимит, и он готовится к атаке. Но если эта атака провалится, если она провалится, то эльфу, конечно, будет попроще, гораздо попроще, потому что у него уже будут работать нычки, у хуман не будет накопленных средств таким. Ну, опять же, конечно, спилбрейкеры, это просто идеальный юнит против ланды, против медведей, против дарк-рейнджерки. Вот. Ну, медведи, конечно, спилбрейкеров разрывают, если у них нет маны. Вот такое... Но спилбрейкеры... Книгового опыта выпадает Малтон Кингу. Ух. Ой, очень-очень-очень здорово. Тут наелся, конечно, опыт. А сейчас гном. Какого он уже у нас левела? Он третьего должен быть уже. Второй болт. Это очень жестокая тоже вещь, конечно. Ну, посмотрим. Сейчас посмотрим, чтобы... Где Титан, что он сейчас делать, непонятно. Я думаю, он там тоже скрипится на своей половине. Все, что там уничтожает все живое, потому что, как бы, то, что сейчас будет между ними происходить, это никто не должен видеть некие мэгу, потому что они будут приступ сердечно-вечный. Если они увидят то, что изничтожение просто друг друга, у которого строится сейчас Титан и Хулиган. Титан тут что-то пришел немножко погрызть ферму Хулиганом. Да что? Зачем? Это было просто разливочка скелетом для того, чтобы... Ну, я не знаю, может быть, он... А, вот он на базе у себя. Медведи под Реджевым. Вот первые две сорочки. А грейд сделан спилбрейкером? Грейд спилбрейкером, потому что... На атаку или на что? Ну, я думаю, что 1-1, потому что... Сейчас он начинает с двух грейдов. Насколько я Хулигана знаю, он начинает с двух грейдов на атаку. То есть 2-0 на 1-0. Ну, как бы так, он защитил ее в душе грейды. Почему-то? Ну, а тут все стандартненько. Ферри Драгона тоже парочку добавил. И там, понятно, для чего. Чтобы было очень больно к ним по кастерам, по архимагу, по всему, что-то пытается кастать. А тут девушки просто с очень приятными лицами. Именуясь сорочки. Сорочки. Волшебники. Сорочки. Красивые они, да. Очень красивые. Но как их ненавидят орки. Ой-ёй-ёй-ёй, как их ненавидят орки. Они, в принципе, тоже вортов не очень любят. Слушай, там, кажется, сражение будет. Что-то красное промелькнуло. А, это Висп просто. Ладно. Красный Висп вступил в КПРФ что-то там промелькнуло. И так приходит хулиган. 77 ммита. Два светка лечения. Ну, очень, да, очень жестко. Затарен хулиган просто. Панда, панда телепортировалась. Смотри, телепортировалась и побежала сразу в бой. Неизвестно зачем. В нее болт. Ой, как она зря побежала в бой. Это ужасно. А молоток? Молоток был. Еще был баш только что. Еще один молоток. У панды половина жизни. Меньше. Красный. Ужас. И уже нету ману проходит. Да. А, Миш, зачем ты сейчас телепортировался? На что он сейчас начинал? Ну, типа отпугнуть. Типа. Отлично, панда отпугнула. И вот она уже готова. Из алтаря теперь убегает всех. Хулиган. Грозится им, наверное, что-то кричит. Я вам сейчас... Кажется, купил в центре. Купил в центре панду за бешеные деньги. Там за 600, за 700 голды. Но хулиган сейчас убил же еще шах, что мы же помним это, да? Ой, у эльфа тоже лимита где-то 80, судя по количеству медведей. 8 штук, еще 4 дриады. В общем, Сайленс на Маутон Кинга. Рыг, тут фэри драгоны. Понимаете, что сражаться здесь не очень выгодно. Очень, да. Такая машина... Вот сколько там? 8 медведей? Да, 8 медведей. Просто разрывают любую машину уже. Если у них еще там грейды, рыг. И там есть еще фэри драгоны, которые будут по кастерам. Чупанда, которая должна забежать и пусть по мортиркам мкает. Маутон Кинг, Маутон Кинг. Маутон Кинг. Что-то там Архамагу тоже плохо. А Маутон Кинг чихает уже просто. Кашляет ему очень нехорошо. Дриады там еще штрафуют мортицу, которая зачем-то стал заходить в 2-3. Пару беспомб, я, конечно, на месте. Ой, ЛС еще кидается сверху. Панда дышит, свиток. Второй уже использует. В общем, отступает под башню, судя по всему. Но здесь уже можно сразу бить, кажется. Да, я буду... Вот, смотри, все медведи замедлены сейчас под слоу Титана. Вот я бы на самом деле еще взял бы пару вискушок с этого. Ты как думаешь? Чтобы вот этих вот товарищей... Элема тоже можно было бы диспелить, конечно. Элема тоже такие неприятные для медведов. Они жирные. Есть, я думаю, что сейчас еще со временем Архимад должен перекачаться на Близзард. Ну, по идее, по идее, потому что Элемов, по идее... Я просто не помню, что было. Ты-то эту игру несколько разную вообще не видел. Да, я сейчас вообще смотрю, вот, впервые, что происходит. Ну, по идее, Дриады дисплей от Элемов, соответственно, нужно кратчать. Слушай, сражаются, продолжают сражаться. Маутон Кинг такой здесь красный, правда, на нем Сайленс. Но он делает баш, он делает баш, поэтому... Ой-ой-ой, он сделал... Спасла Рейнджерка Панду, но сама оказалась в заперти тут... Просто ничем... А Дирижа были бы вроде, но близко-то его нет. Ой, и все, Дирижа там. Все, получил топорок, Сьюр. Да. Ну, смотри, Маутон Кинг там заперт, и его начинают атаковать. Ну, а что делать, что делать? Надо хоть близко пытаться... А там Дринг Марти... Маутон Кинг подошла Панда, дыхнула, точно! И Маутон Кинг падает четвертого левела, прикинь? Обмен нормальный. Я так считаю, что разминялись нормально. Я, причем, я думаю, о, ну тут же, снорскрестировал хуже. Да-да-да-да. Кстати, ферма недостроенная в центре еще с момента с начала игры стоит. Да, зачем? Вот кем-нибудь ее убить. Да, она сама скоро развалится, в принципе, конечно. От старости, да. Архмак уже шестого левела. Непонятное, непонятное дело. Закончился мейн у хулиганчика. Он берет рабочих, соответственно, идет ставить нычку справа. 62 лимита, деньги есть. Когда ставишь так нычку, нужно, наверное, все-таки пытаться напрягать, задержать эльфа. Может быть, около базы держать эльфовская. Ну, чтобы он просто-напросто не убил этих твоих офисатов. Ой-ой-ой-ой. А, вон как разделена армия. Смотри, сзади медведи. Панда на базе. Как все? Все, там просто... Там, бляжи, охота грамотная, потому что медведи, врываясь кастерами, в шланги, и в шланги, и в блядь, и в блядь. И пока там... На дирижабле, смотри, сейчас... Так, во-первых, на дирижабле высаживает сверху медведей. Панда... Панда, непонятно, что она делает. А, панда стоит и наблюдается. Снимаетесь, а обменивается подзатыльниками с архимагом, но забирает его, или дирижабль. Титан очень жестко, конечно. Тебе нужна эльфа. Да. Четыре медведя, но панда получает шестой уже лейл, и делает телепорт. Шестой, это мы серьезнее. Сейчас панда, шестая, просто есть там манки, а, у нас ночь, у нас ночь, да, а маны нет, и делает массовый телепорт. К магазину сразу же лечатся, воспополняют ману, здесь рабочими начинают сразу строить башню, одну башню, вторую. Титан чувствует, как ты думаешь, что экспант хулиган ставят? Конечно. У них же однопримерно просто получается экспант. Я к чему говорю, я к чему говорю, потому что у Титана сейчас есть дирижабль, и, может быть, стоило бы как-нибудь что-нибудь попытаться помешать все-таки делать это хулигану, потому что, в принципе, армии-то не очень много сейчас хулиганов. Да и у Титана, конечно, нет, но там шестая панда. Если дропнуть с дирижабля, конечно, можно. Ой, подожди, что происходит на нычке? На нычке красная атака. Так, Фейрик прилетает, просто Фейрик. Все видят? Фейрик прилетает. Он запалился, запалился уже. Может быть, знаешь, может быть, на самом деле, Титан попалился? Ну да, Титан, конечно, конечно, я про это и говорю. То есть он должен был приходить. Вот сейчас будет там панда и четыре медведя, это все будет, разобразие снесла. Конечно же, конечно же. А теперь здесь у нас демонстрация стойбрейкеров, но здесь до Архмага тут все сейчас дружно будут ходить под своей базой и ждать эльфа. А эльф, кажется, во-первых, эльф встроит, да, вот нам показали нычку и нападает справа. Нападает справа. Ну, видит его нычку, такой же хулиган. Ну, понятно, тут сейчас просто идет война за золото. Впрочем, мы всегда в нашей жизни война за золото, но тут-то она ищет особая война за золото. Вот пытается один пизан тут нахарасить нычку, бьется киркой по дереву. Ну, наверное, бил бы он киркой по дереву в такое же время, как если бы я его рубил топором реальным. Дерево пизантов, никаких сил там не хватит, а в это время другую нычку. Делает телепорт, а этот делает массовый телепорт отсюда. Размен, конечно же, в пользу. Кстати, если успевает рейнджерка делать сайланс, сайланс, соответственно, он прерывает любой ченнелинг спелл, но длительное заклинание, поэтому, если что, массовый телепорт не спасет. И именно поэтому хулиган будет все время ходить обязательно в инвентаре с обычным телепортом. Потому что рейнджерка сайланса – это страшная вещь. Вот обиженный, видел, заметил обиженный отряд, прибежал, там наказал обезантов, который упал с дерева. А обезантов на самом деле сейчас очень важный стратегический юнит, учитывая то, что есть массовый телепорт. А, так к ним же можно телепортироваться, да? Конечно, конечно. Он же строил башни не просто так. Вот в одном слева там построил башню рядом с шахтой, справа построил башню. Вот он Лема тоже не зря сейчас просто отправил туда, на базу, потому что если бы не было противника, если бы он заметил, что противник, например, вот сейчас, как сейчас в центре, он мог бы стелепортироваться в другую точку карты и снести противник унынчиков, например. Кстати, вот я смотрю, у Маунтин Кинга баш, а не клап, да? Конечно, конечно. Чем вы заняты? Это для чего? Насколько я знаю, континентат уже прям распространено. Или это всякая мода новая? Против масс... Ну, и это начали еще делать против Моздриад, когда эльфы, когда едва любили пушить. Но сейчас, видимо... Да когда эльфы еще были деревьями все, когда книги ищутся с деревьями, уже тогда... Ну, тогда просто было логично, что зачем нам Клэп, если все спелы мюн против героев, там, как Клэп... Ну, в смысле, Клэп, ну, в смысле, Клэп, ну, ухажите цель. О, телепорт делает. И тут делает массовый телепорт Мак. И вот как раз точно вот в эту же секунду он оттуда и сматывается. Угу. Хорошо. Да, понимаешь, что сейчас случилось связано с Титаном. Ну, что да. Ну, конечно, вот это вот тоже как бесит эльфа фортов, андедов, вот уж когда армак хватает массовый телепорт, 6-й левел, ой, это просто начинаются такие жесткие разводы. А еще, представляешь, что я обожаю вообще, когда массовый телепорт, там, ну, там, какой-то в разный лифт наедет, телепортируется куда-то, и ты уже ничего не понимаешь. Начинаешь просто, я не знаю, пунктирую через атаку куда-то посылать. Я в таких случаях просто сам убиваю свою базу, не даю просто им что-то сделать. Пошу, ну, поищу, ну, поищу, ну, поищу, ну, поищу, ну, поищу. Хотя, в такой, выхожу, меня выбрасывают. Я пишу, я пишу дисконнект, и меня выбрасывают. Конечно, конечно. Любопытно. Сейчас не хочет эльфсоваться на базу к Хуману, и, понятно, там, две магические вышки, и... Ой, еще Хуман купил два свитка, теперь у него он. А вот здесь сражаться эльфы, вроде как, собирается. Здесь вроде как башен, и в рейнджерку кидают молоток. Драгончики подлетели. Ой, триады не удачно стали, триады не очень-то перегруппировываются войска, но что перегруппировать хулигану, там только морфиры и стилдбрейкеры. Панды делают ультимейт. Итак, друзья мои, посмотрим, и панда разрывается. Она все, шевелится, будет просто порвана. И поэтому хулиган это понимает. И телепортируется нафиг оттуда. Да, и, кстати, рейнджерка получает шестой лейвел. Будет переманивать спелдбрейкер, потому что это самый... Или морфир, либо спелдбрейкер. Самый дорогий юнит сейчас в армии. Ну, наверное, если... Интересно, морфир... Хотя вряд ли качал морфиром грейд на картечь. На картечь просто нужно... Не-не-не, нужно просто кастл для этого грейда, для замечательного. А, да-да-да-да. Вот это еще раз доказывает о том, что я гост и выхожу сюда, сам надеваю свои базы, меня никто не убил из-за фенератора. Маунтен Кинг получил какой левел? Пятый уже? Маунтен Кинг там уже просто от его одного вида тошнит начинает медведей, потому что, ну, это ужасно. Существует с кирпкой, там, с какой-то молотком. Пятого левела, может, я не знаю, какого левела. Пятого, пятого. Ну, третий молот это, да, это серьезно. Хорошо. В общем... Третий молот это что? Третий молот это минус, там, считай, половина хако. У Дарк Рейнджерки и фокус спелдбрейкеров, это значит, у Дарк Рейнджерки нет вообще никакой маны. И плюсы жизни приличные. Потому что спелдбрейкеры по героям тоже неплохо там, молодец. Сжигая ману и одновременно... Да, да, да. Так, значит, 66 лимит у одного. Сейчас идет две нычки на две нычки. То есть, вроде как Хуману нужно сейчас... Я не знаю. О, молоток в панду. Панда 6 левела сверху, еще баш сверху. Сайлент скидает Маунтен Кинга, но уже у панды половина... У нее уже нет жизни, просто нет жизни. Ее телепортируют на базу. Маунтен Кинг... А Маунтен Кингу тоже дают панды половины как-то. Да-да-да, но врубает Сайлент. Ой, Инволг... Ой, переманируется пулбрейкера, да-да-да. Мортиры стреляют с чуть-чуть подрядом. Маунтен Кинг уже после Инвола. Вот, что же опять? Красный кидает молотки по третьей жизни. И баши сверху, Хеллингскролл, в общем... А попу еще драконы, эти, Ферри Драгоны тоже там... Кто-то пытается тут позажигать. Ну, в общем говоря... Вот, как... А я тут решил уже не драться. Почему он решил вступать? Ну, потому что у него герои были красные. Герои красные, ну, в принципе, видео, а МК тоже... Ой, вот... Успел, успел... О, и на МК перекинул Риджу в Спейлбрейкер. Смотрите, был МК ниже, уже стали, плюс 400 мм. Ну, в этом плане, конечно, Риджу, когда есть Спейлбрейкер, у Камана Риджу выручается просто самое бесполезное, что есть в Эльфах. Ну, и что-то... Мало того, что это не действует, так это еще и хомо лечит твоего врага. Поэтому, конечно, Спейлбрейкеров это вообще... Потрясающе. Приходит сзади. Вот, очень неудачно сейчас. Я считаю, очень неудачно приходит сейчас и так. Можно просто тех всех... На этих всех кастеров... Он разок дыхнул, убил парочку 40. Но сейчас просто пытается... Пытался хулиган убить Мэйн. А Мэйн довольно жирный. Мортир всего три штучки. У Мэйна 2000 жизни. В общем... Да-да-да, еще теряет еще мортирку. Неужели просто... Мэйн, Мэйн отдастся сейчас. Сейчас отдастся Мэйн. Ну, вот спорно на самом деле, потому что он... А сейчас какой телепорт применил хулиган? Обычно, обычно, обычно. Очень... Во-первых, кулдаун не прошел у этого... Ну, и потому что его могли там остановиться, конечно же. Сейчас у Хумана, соответственно, все получше. Потому что у него две нычки против литфийской одной. Плюс... Причем, заметь, какую нычку убил. А, ладно, пипец, не будет нычку, там, обычную. А тот же убил Тайр-тричную нычку, да? То есть, древо там что, древо вечное? Можно убить древо вечность? Это ж принцип по названию. Как мы называли русские? Русские, как вы называли вообще здание? Древо вечности убить. Чем мы заняты? Да, ну что ж, очень неприятно сейчас делать это на ситуацию. Но я знаю, что Олег, он очень двоинкий. У него хорамин бьется до последнего. И он будет драться до последнего. Поэтому... Я не думаю, что он сейчас выйдет. Тем более, я не то, что не думаю. Я знаю, что он еще... Некоторое время... Показано, что некоторое время будет еще и будет идти. В это время, что, у хулигана еще там нычка? Закончилась нычка, да. Он закупил два свитка, передал каждому герою по свитку, но чтобы кулдауны, соответственно, проходили. И еще он на спилбрейкеров, кстати. Ой, на престол. Хулиган, то раньше сорки одни были, теперь мужская часть. Ну, самое интересное, мужская это или нет? У них такой голос, что ли? Да и голос, да и, в принципе, их вид. Хотя ты знаешь, в наше время... Мужики они, мужики они, мужики, ничего не сделают. Ну, это сейчас все такие ходят. То, что у них длинные уши, они в плащах с маками, и у них глаза голубые стоят. Как сзади в любой клуб. Массовый телепорт делает Архмаг. Переманивает спилбрейкера. Да, переманивает спилбрейкера, да. Но смотри, какой развод. Он сражался в одной части карты, тут массовый телепорт делает на, там, Элема своего идет. Разводы, разводы. Да, начались, ну, конечно, когда фаршмага с его аурой, где еще соединены с телепортом, ну, просто. Сейчас, сейчас понимаю, что сейчас делать титанную? Ведь он понимает, что просто время сейчас работать не на него. Во-первых, у мячки у него нет одной, да, и там вторая, там, тоже самая большая мячка. Во-вторых, вот эти вот разводы, они... Ну, просто ни к чему хорошему для титанта не приведут. Ну, вот сейчас, видите, побил, побил, портнулся, побил, побил, портнулся, и... А там на руднике 3000 осталось, да? Время не ждало. Я не успел заметить, это быстро какой-то. Большим, а там около 3000 осталось на руднике, и... Ну, я пошел. Титан, сейчас нужно давать бой. А как давать бой, когда тебе его не дают? Да, да. Тем более защищены башни, ну, как бы базы. То есть, в любом случае, если захочет Хуман, он будет просто ждать и сражаться у себя на мурини. Нычку, смотри, строит снова Эльф, пытается слева внизу построить нычку, но на шаг вперед уже хулиган там, он уже строит там ферму и может стелепортироваться в любой момент туда. А он своим ходом решил туда добраться, кстати. Хулиган уже, кстати, без сомнения, поймал свою игру. Мне кажется, что он уже более спокойный. Титан отменяет нычку, да. Да-да-да. Сейчас, что, в чем задача Хумана? Задача Хумана сейчас просто не дать Эльфу поставить никаких мышек, никаких там, просто не давать ему свободно перемещаться по карте, просто постоянно его напрягать, то на базе напрячь, то на мэйни напрячь, то на экспе напрячь, и просто все время убегать. Не давать будет. Вот таки просто у Хумана закончится, золото и все. Можно будет секторить. Давать финалку, делать шестую панду, шестая панда благополучно посмотрит, как Архимагд телепортирует. Целых три панды будут видеть этот уход. Да, сразу три панда. Представляешь, одно обидно. Прием так это вообще... Вот опять продолжаются разводы. Мало того, что как бы и... Ну как бы золота мало. Он еще убивает там Мунвеллу, убил одну лорницу, сейчас вторую лорницу убьет еще один Мунвелл, а нужно как-то отстраивать, то есть выше лимита не прыгать. И не забываем, что Тайр-3 нету. Тайр-3 уже нету. Да, да, да. Мишки, конечно, на вес золота. Можно, конечно, держаться за счет переманивания по одному юниту, но видишь, не дает даже, уже не дает подойти, делает массовый телепорт, и все. Очень жестко. Вот, Хуманы, увидите и запомните этот способ. Как только ваш Архимаг получил 6-й левел, превращайтесь в трусов, Хуманы, не делитесь ни с кем просто вообще. Вот просто побежал телепортироваться, побил, убежал. Все. Задача выше. Делал, делал на КГС за торта. Я думаю, что именно так больше. Похоже, похоже. Очень обидно, конечно. А вот в таких случаях очень умил на эльфах. А не только эльфам, всем. Ну, у кого играешь в вулиган, обидно. Да уж, мы обыкли. Да, это золото. Врать, мы обыкли. Посмотрим. Титан очень грамотно делает, видишь, уже наберет разведочку... Кто это у нас тут? Делает наберет разведочку Ферри Драгона, для того, чтобы предотвращать вот эти вот набеги врага. Да, ну, на что может надеяться Эльф? Наверное, можно надеяться на какой-то случай, на Лакмин, да, в рюк, там, ну, мало ли, что случится. В рюк, там, Архимаг. Потому что сейчас... Опа-опа, битва-битва-битва, битва-битва, смотри-ка. Но это неравный, это просто неравный. Спулбрекера переманивают, панда кинула винные пары, но пройти не может из-за того, что... Так, ультимейт делает. Панда, надо отсюда сматываться. Делает телепорт. Смотри, сейчас классный момент, я помню, будет. И стреляет специально по красному спулбрекеру. И получает шестой левел Маутон Кинга. Вот это вообще был мега-момент. То есть он выбрал в последние секунды красного юника для того, чтобы, ну, соответственно, хотя бы кого-то в этой битве убить. Видимо, он знал, что у Маутон Кинга там очень мало осталось, да, его левелапа. А это левелап, блин, очень ключевой. Мега-ключевой. Ну, да, шестой Маутон Кинга с Аурой Эрхимага. Это настолько ключевой левелап. Да. Ну, напомню для тех, кто не помнит, это плюс 500 джинни, плюс 20 гдм, уже плюс 5 брони, спеллэмьюн. И вообще психологически... С магией. Что-что-что? Ну да, спеллэмьюн. Да-да-да. На что жалуетесь? Да-да, я просто... В общем, это злой товарищ, и вы сейчас увидите его в действии, просто радовался после этой игры хулиган. Не, пока еще товарищ Дуногрый, но вот сейчас он только выведет эльфа, встанет в хулиганство. Врубит быка. Ой, очень жестоко. Сейчас начинают еще и бить нычку титана. Фок Хазмодан, кричит Маутон Кинг, кидает молоток с этими криками в рейнджерку. Его начинают атаковать 3 медведя, вот справа, 2 спеллбрекера, а он просто тупо начинает бить рейнджерку. Его все бьют, бьют. Не переживайте сейчас, не переживайте. Еще молоток он кидает, рейнджерка красная, рейнджерка понимает, что еще смогут примить. Правда, Маутон Кинга тоже уже побили немножко, но все равно его било. Магазин рядом, да? Да, можно затариться. Вот, и он уже с новым молотком целится в рейнджер. Целится, 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 кидает молоток, бах! И вот так вот бывает. Телепортирует. Так бывает. Красная, красная МК за спинами медведей. Пока медведи там дали. Сочетался брейкерами, красная МК, так, а-ка-ка-ка-ка. Хорошо, я все понял. Пока. Побежали весь пыр. Три медведя. Панды три медведя. Так, Маутон Кинг пытается снова молоток кинуть в дарк рейнджер. Он вовремя отступает. А вот следующий молоток, ой-ой-ой-ой. Сдулся, сдулся Маутон Кинг. Все, все плохо. Кидает молоток в панду и получает выстрел в спину от дарк рейнджера. шестой и седьмой его часть не убьют если его сейчас не убьют то я про уже убили у меня аж плохо стало если такие молотенкинги уходят то просто хулиган выиграть в саге тогда если у него такие герои делать массовый телепорт и все можно отдышаться архмак уже какого 7 или 8 ловила там был первым уже него там уже на самом деле все неважно он может для прикола и близор там теперь пожить кстати можно почему нет почему медведи близор там три его кажется просто у него единственное что осталось учить это близор там взял близор действительно у него есть ему осталось только что выучить всех остальных героев архмак конечно потрясающий герой стандартный герой хумана хумана вообще не хуманый что происходит в это время на карте ну титаном где титана я думаю сейчас уже все понятно все понятно хотя она будет сражаться до конца он понимает что сделала до слова уже нечего пусть она же нет нычек у него вообще нет нычек никаких то есть если его хулигана собирает одновременно старую же чего-нибудь отстроящийся в левом нижнем углу ну что все плохо несмотря на то что маунтинг кинг мертвым но штурмовать тут если не полезешь на три башни везде на каждой хумановской нычке башни во первых да во первых не полезешь на нычке хумана остается только просто ходить шариться по карте просто прогуливаться ожидая встречу хулигана а у хулиганов не конкретная цель вот если у титана опа смотри он подошел 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 выманил спулбрейкера титанчик смотри-ка но в это время смотри какой развод он как будто специально взял и заманил эльфа противоположный противоположную точку карты а сам в это время снес мунвелл и сейчас будет убивать моих потрясающе это 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 вот просто чтена ну я склоняю панда-панда-панда-панда повторение дежавю панду-панду же им ничему не учат у нас продолжают лезть снова ультимейт делает маг видя что ну в смысле делает панда сейчас артмаг отсюда будет текать текает он да здесь конечно уже есть пришел эльф но все уже у телепорта спулбрейкер конечно штрафанул титанчик за этот приход но потерял нычек потерял мунвеллы и мотор ким вышел говоря в этом плане хорошо уничтожать именно мунвелл потому что именно в них отбивается эльфы и дарк ренджера может переманивать до новых а если не будет мунвелла все нету ауры архмагра у меня не будет так быстро восстанавливать марки ну да это да ну что просвечивают тут уже просто хулиган чувствует себя хозяином тайги он уже про вот он в одно свое владение побежал в другое сейчас купит телепорт угадайте да смотрите какой у меня замечательный макта купить телепорт хулиган ну точно подлечиться сначала без телепорта он не пойдет он конечно не должен меня подвести он понимать что я буду комментировать его игру и уж поэтому он обязан купить телепорт ну вот как это пошли с мартирами башня с реально посмотреть как там все крепкие кирпичи на месте пизан в это время кто-то бежит за грязь его лево-нижний да все правильно не так быстро очень быстро клика хулигану то все это уже кликаем и делаем нажатие мыши в секунду мы сейчас а в это время вами стоим на байзе но зато кликаем реально а что еще делать что еще делать что делать титану вот вопрос у него все плохо ему отменили нычку у него нет нычка мы только бегать переманивать по ногу юниту но это 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 надолго не затянет это конечно может это не это не альбрейтер включил карту резко хулиган так от страха наверно маутен кинг молчит молчит пока ничего не говорит ваш механи но как только его отпустит он будет раскинуть молотки давай фоказмодан может быть фоказмодан конечно панда панда умирает панда начинать эта игра напоминать потому что спилбрейкер на спилбрейкеров с одной стороны дарк рейс жерка и панда с другой архимаг и мк ты знаешь такое ощущение что играют два фумана только один такой кстати 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 извините перебил нас через 10 20 секунд закончится игра нужно что произошло произойдет что сейчас скорее всего у него ничего не осталось не остался один герой 5 приманенных спилбрейкеров титан пишет пп это все это все вот такая получилась у нас с тобой игра совместный комментарий надо быстро прощаться со всеми и обещать что у нас еще будет комментарий спасибо всем большое за то что слушали с вами был олег хаунджи по него и майкер он же миша я думаю я я думаю что нас ждут еще впереди много интересных вода фриплеев демок игр всем удачи любите варкрафт и играйте да конечно и не любите наркотики и сигарет пока пока